Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася. Сегодня будем пробовать то, что я еще никогда не ел. Это какие-то острые леденцы. Покупал за 1,25 в 1,03. Я недавно видео выкладывал. Это просто какие-то леденцы. Я их тоже еще не ел. По калориям тут прилично, но ничего страшного. И китайские напитки, азиатские напитки. То, что я тоже еще не пробовал. Ну, кроме маччи. Это какой-то интересный напиток из коричневого риса и киноа. Вот. Прикольно выглядит. Я такой еще не пробовал. Потом это просто маччи. Я его пил. Но именно этот пакетик, такую смесь, я еще не пробовал. Посмотрим. Это у нас черный рис и кунжутная пудра. Вот написано тоже. Это я как-то пробовал давным-давно. Вкус должен быть прикольный. А это я даже не знаю. Какой-то чай. Поехали. Я, короче, догадался сейчас чай пробовать. Сейчас такая жара стоит. Вообще дико. А у меня тут горячий чайник. Делать-то больше нечего. Что, давайте вот с леденцов попробуем. Я не представляю, что такое леденцы острые. Мне до сих пор трудно смотреть в камеру. Я не могу этому научиться. Вот верите, нет? Клево выглядит, слушайте. Пахнет мылом. Вот, видите? Сейчас. Не знаю, фокусируется, нет? Короче, вот такая красная таблетка, как у Морфеуса. Такая. Ммм, это леденцы, это мармелад. Запикал плохое слово. Он острый. Блин, он вкусный. Острый мармелад, прикиньте. Корица. И жгучий перец, красный. Я впервые в жизни такое ем. Я думал, что это леденцы, если честно. Смотрите. Я думал, что это леденцы. А это оказался мармелад. Клево, блин. Я периодически смотрю не в камеру случайно. У меня тут зеркало стоит. Я снимаю на основную камеру, так что извините, пожалуйста. Я только учусь еще. Если честно, вкусно, конечно. Но какой-то привкус мыла как будто бы. На второй раз брать не буду. Я это точно второй раз брать не буду. конфета. Тропический вкус. Идем дальше. Так, эти выглядят красивее. О, видно? Надеюсь. Сейчас. О, тоже мармелад, походу. Тоже конфеты. Да. Я думал, что это леденцы, если честно. Блин. Только стол протер. Во. Яркие такие, красивые, разноцветные. Ммм. Вот это вкусно. В жару самое. А то сейчас кисленькое попалось. Вот это классно. Я их перемешивать не буду. Эти острые, они вкус перца чили и корицы. Причем с привкусом мыла каким-то. Ну, мне кажется, да. Ммм. Офигенно. У меня пока глаза заживают, мне можно сейчас все. Ну, в пределах разумного, разумеется. Сколько здесь калорий? Четыре с половиной сервинг. В контейнере на один сервинг 110 калорий. 500 с лишним калорий. Вот на такую пачку. Почти 600. Слушай, ладно. Я что-то увлекся. Тут он даже какая-то синенькая есть. Синенькая, наверное, блабери. Сейчас покажу. Я вообще люблю вкус. Ой. Блабери. Вот. Клёвый. Ну. Какой-то мятный вкус. Немножко блабери, да. Да, вкус блабери. Голубика, короче. Что, давайте пойдем дальше. У меня тут четыре кружки стоит. Зачем я? Как я их буду потом пить, я, конечно, не знаю. Здесь по калориям тоже, мама, не горюй. И еще, прикиньте, жара стоит. Жара стоит невыносимая. Ну, я всегда мечтал пробовать что-нибудь на камеру. Я всегда этого хотел. Жара, ничего страшного. Мне интересно, что это вообще на вкус будет. Сейчас попробуем. Знаете, судя по тому, какой это большой порошочек такой, это должно быть очень... Так. Так. Там мои документы. А я такой рассекой... Их забыл убрать. Сейчас я тогда, знаете, как буду делать? Вот так. Это был... Ну, на вид обычный такой... Кофей. Порошок называется чайни... Тентарик. Я надеюсь, я не сматерился сейчас? Молочный чай. Не знаю. Ну, слушайте, я попробую, конечно, сейчас немножко. Ну, в жару я это сейчас, конечно, допивать не буду. Да, молочный чай с молоком. Клево. Отправляем в сторону. Так. Последний, наверное, матч открою. Мне вот этот нравится. Я когда-то его пробовал. Он продается в китайских районах. Считается чем-то очень полезным. Типа суперфуд. У китайцев, вообще, в принципе, у азиатов очень большой выбор суперфуд. Если вы туда зайдете в магазин, в китайский, какой-нибудь азиатский, неважно, в японский, корейский, в тайский, вы увидите много необычных продуктов. Это аналоги суперфуд. Только в Азии суперфуд немножко другой. Выглядит как порошок. Логично, это порошок сухой. Так. Сейчас размешиваю. О, черненький такой цвет. Серый. Знаете, из всего этого, что я пробовал, мне, наверное, вот этот очень нравится. Вот. Это что у нас в составе? Черный рис и пудра кунжута. Существует такой черный кунжут. Я его люблю покупать. Он считается полезным. Я это, наверное, все потом в холодильник уберу и буду потихонечку есть. Сейчас это размешаю. Слушай, а здесь кунжут прям плавает. Вот он прям плавает. Люди с плохим зрением подумают, что это таракан. Сто пудов. Если не сказать, смотри, я тебе чай полезный китайский заварил. Не смотри, что там плавает. Люди просто офигеют. Пахнет орешками, жаренными кунжутными семечками. Очень вкусно. Правда, классно вкусно пахнет. Он, насколько я помню, когда остывает, густой становится вот этот напиток. Но это не чай, это вот что. Слушайте, классно пахнет. Жалко, не передает вот аромат. Офигенно. А мне еще плохо размешалось. А, да он даже без сахара. Слушай, классно. То есть вот эти вот все калории, это без сахара? Не знаю, просто сколько калорий. Я так подозреваю 200... А, нет, 200 миллилитров задеть. Калорий здесь не написано. Я помню, на большой пачке калорий были написаны. Но что-то прилично там, прилично, прилично по калориям выходит. Я думаю, с сахарозаменителем нормально. Если учесть, что это черный рис перемолотый и кунжут. Вкусно. С зимними холодными вечерами. Вдруг у кого-то есть зимние холодные вечера. Самое то будет. Идем дальше. У меня стеклянных кружек только три было. Я поэтому взял три и одна четвертая. Вот такая вот, простая, смертная. Идем дальше. Чай матча. А, нет. Чай матча, я последний завалю. Но он будет чай матча, просто мутенький вот такой. Чай матча считается дико полезным. Насколько я помню, там витамины группы В присутствуют. По сути, процесс изготовления чая матча, я его раньше вообще по-другому называл. Многие его так называют. Он вроде как, это перемолотые листья зеленого чая. Но там процесс вроде как чем-то отличается. Помимо того, что это просто перемалывают. И по вкусу это не просто как зеленый чай. Он очень сильно отличается. Его многие, конечно, пробовали, но далеко не все. Я попробовал только в Нью-Йорке не так давно. А вот кино, коричневый, браун барли миксит что-то там, я не выговорю. Я еще ни разу не пробовал. Надо было через переводчик загуглить, как это правильно читается. 120 калорий на одну пачку, не хотите ли? Прикиньте, как полтора куриного яйца свежий. Кто знает азиатские языки? Я не пойму, это китайский скорее всего, похож на китайский. Здесь какие-то микроэлементы, что-то полезное. Сейчас попробуем. Слушайте, я думал, что он будет красный. А он вон какого цвета порошок. У меня тут такой бардак на столе уже. Кино, и я думал, что это будет какого-то розового цвета. У меня прям надежд была. Пахнет каким-то супом. Как будто луком даже. Я не могу понять. Что это? Пахнет чем-чем? Пшеницей пахнет. Ничем особенным не пахнет. Пахнет какими-то злаками. Сейчас еще тут буду размешивать. Слушайте, но такие напитки, они явно когда ты простужен, потому что уж больно, они питательны. Если вы не хотите кушать, и вы простыли, я думаю, вот они подойдут. Мед, может быть, с медом. Но, знаете, для тех, кто худеет, они что-то как-то не совсем подойдут, мне кажется. Лично мое мнение, никому не навязываю. Но когда одна кружка 120 калорий, густо выходит. Получается очень густо. Это кино и еще какой-то микс чего-то там коричневых. Знаете, по ощущениям овсяное молоко отдаленно напоминает. Я думаю, веганы бы заценили. Если бы есть веганы, вы бы заценили. Интересный вкус. Чем-то отдаленно напоминает овсяное молоко. Мне нравится. Я люблю такую еду. Зимой просто классно. Правда, густо, вкусно. Я вот это еще хочу попробовать еще раз. Он остынет и станет гуще. Запах. Кунжутный запах все-таки. Так хорошо прогревает. Как будто меня на улице плохо прогревает сейчас. Тоже мне сказано. И давайте матча сделаем. Скорее всего, он с молоком, я думаю. Потому что здесь слишком много матча. Как я вам показывать буду? У меня кружка непрозрачная. Вообще, мне нравится матчу делать... Я когда-то его пил с молоком и сахарозаменителем. Ну, что-то здесь больно много и в этой матче. Я не пойму. Куда столько? Обычно хватает чайной ложечки на конце. Прям буквально. И вот как мне теперь показывать... Блин, вот как. Видно что-нибудь, надеюсь. Блин. Вот он, вот он. Зелененький такой. Запах зеленого чая такой свежий, хороший. Но у чая мачо он такой специфический запах. Классный, кстати. Кто был в Таиланде или в Китае, там в бутылечках такие чаи часто продаются. Не помню название, если честно. Здесь они тоже в Америке постоянно везде продаются. Такие чаи в бутылечках без сахара. Вот этот запах именно вот этой матчи чая. Вот у меня ассоциируется именно с теми бутылечками из Таиланда. Супер полезных чаев. С сахаром, что ли. Мне, конечно, интересно, куда мне потом эти четыре кружки девать. Что я буду с ними делать? Классный. Супер. Вы знаете, я вот такой чай мачо еще не пробовал. Очень вкусно. Его я выпью. По калориям, конечно, много, но и ладно. Он очень вкусный. У меня такой молочно-кремовый цвет. Я не знаю, с чем сравнить. У меня никаких цветов таких нет. Но вот чуть посветлее вот этого. Я не знаю, как вам это показать. Короче, знаете, вкусный, классный. Прикиньте, в китайском районе, тогда идешь по китайскому району, неважно, корейский район, есть еще японский магазинчик, китайский здесь магазинчики в Нью-Йорке есть. Везде такие всякие интересные напитки. Ты смотришь на какую-нибудь вещь и думаешь, а это что? А это куда? А это что за сушеные тараканы? Ну, я образно говорю, но где-то я видел, продавалось. А в Мексике, например, есть местное блюдо, жареные кузнечки в соусе сальса. Я как-то пробовал один кузнечик. Нифига не похоже на орешек. Нифига это не чипсы, не хрустит. То, что говорят, ой, вкусно хрустит, как орешек. Нет, он хрустит, как кузнечик. Как жареный кузнечик в соусе сальса он хрустит. У меня не было мысли, когда я попробовал этого кузнечика, жареного в соусе, у меня не было мысли, он похож на орешек, я бы не отличил. Я бы отличил. Это кузнечик. У него хитиновый покров хрустит, у него крылышки хрустят, у него лапки хрустят. И он не похож на орешек, он похож на кузнечика. Но, вы знаете, кто там холодец, например, не понимает. Я у американцев спрашиваю, они говорят, мы не понимаем холодец. Холодное мясо с желе, желе должно быть сладким. Может быть, это как для россиян, для русскоговорящих, соленое варенье, например, я не знаю. Чай классный. Мать чем мне понравился. Я сейчас, короче, половину чуев все-таки допью. У меня скоро будет урок английского. Вот такие дела. С вами был Вася из Нью-Йорка. Спасибо, что посмотрели мое видео. Классно. Теперь мне все это пить и бегать в туалет. Всем пока. Спасибо, что посмотрели.